Черныши хотел бы улыбнуться на комплимент хозяина в ответ, но пока сделать это может только глазами. Ведь на пасть установлен фиксатор, который заменяет суставы. Самое страшное в собачьей жизни произошло две недели назад. Пес, любимец двора, пропал на сутки. А когда вернулся, пришел к дому Павла, чтобы попить воды. Но сделать этого так и не смог. Начал его поближе рассматривать. И смотрю, у него дырка в щеке. Дырка в щеке с другой стороны и челюсть на боку просто болтается. Ну, а тут ничего не оставалось. То есть, сам я ничего не сделаю. Завернул его в простынку, взял, посадил в машину и приехал в поликлинику сюда. Вот так оно и вышло. Сначала врачи сказали, если получится спасти язык, потому что язык был рваный у него, прям по кусочкам висел. Но на одной ниточке, скажем так. Если получится собрать язык, то будем собирать челюсть. Врачи прочистили раны и смогли зашить язык. А после рентгена стало понятно, что у черныша двойное огнестрельное ранение. Одна пуля прошла насквозь и раздробила кости, вторая так и осталась под кожей. Похоже, что в щенка стреляли в упор просто ради забавы или и вовсе пытались его убить. Но пес чудом выжил. Теперь ему предстоит долгое лечение. После долгих восстановлений, ждать придется, конечно, долго, челюсть будет функционировать, он будет ей пользоваться. Сейчас у него еще завязана морда не потому, что он какой-то агрессивный, а потому, что держит нижнюю челюсть, так как из-за фиксатора она тяжелее стала, а челюсть за счет нехватки костей нужно, чтобы она не отвисала. Питается он через трубочку эзофагостома, потому что ему нельзя пока пользоваться челюстью и языком, но он очень хочет есть из тарелки, он требует отдать ему тарелку. Пользоваться челюстью черной сможет только после повторной операции. Недостающие кости в пасте ветеринары планируют пересадить слаб. Пока пес снова учится доверять людям и прежде чем подойти к человеку, внимательно смотрит в глаза, а спаситель щенка просит неравнодушных туляков помочь ему с дальнейшим лечением.